Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Делегация Карачаева, Черкесия Во главе с министром туризма и курортов Республики Расулом Тикеевым Принимает участие в туристическом форуме Путешествия, организованном в Москве На полях форума на ВДНХ Пройдет 30 деловых мероприятий Объединяющих представителей Ростуризма, фонда Росконгресс Региональных органов власти Туристической отрасли и Тревел-блогеров Особый интерес у гостей ВДНХ вызвал Выставочный стенд региона, представленный На полях форума. Зам. директора Оландского христианского центра На Северном Кавказе Руслан Чагаров Презентовал посетителям стенда Богатый турпотенциал региона Его историческое и культурное наследие Искренний восторг у гостей Площадки вызвали мастер-классы По вышивке национальных нарядов От именитого модельера-дизайнера Зарьи Маджиевой И изготовления уздечек от мастера Аслана Туркменова Благодаря нацпроекту «Демография» По всей стране Сейчас проходит обучение граждан Востребованным профессиям За счет федерального бюджета В Северокавказском федеральном округе Этим занимается Северокавказский институт Филиал Ранхикс Повысить квалификацию Или пройти профессиональную переподготовку Можно по нескольким направлениям Об этом сообщил Директор Северокавказского института Филиал Ранхикс Азамат Лисов В Карачаево-Черкесии В рамках нашей квоты Повышение квалификации И переподготовку Могут пройти 200 жителей республики Самые разные программы Это и кадровый аудит Это и оценка недвижимости Это и программы Связанные с управленческими компетенциями И так далее Поэтому спектр очень обширный И я уверен, что те программы Которые реализует президентская академия Позволят нашим гражданам Улучшить свое положение И в организации И найти новую работу В случае такой необходимости Продолжается строительство Карачаевского группового водопровода Это позволит обеспечить Чистой питьевой водой Около 27 тысяч человек Жителей 11 населенных пунктов региона Работы по строительству Систем водоснабжения Ведутся в рамках федерального проекта Чистая вода В этом году также ведется строительство Еще двух объектов водоснабжения В населенных пунктах Хаберского, Абазинского, Адыгагабльского И Ногайского районов А также строительство объектов водоснабжения И очистных сооружений Тиберда-Дамбай Все вышеперечисленные объекты Позволят обеспечить Чистой водой Свыше 66 тысяч человек Жителей 26 населенных пунктов В рамках государственной программы В основном воспроизводстве И использовании природных ресурсов Ведутся работы по капитальному ремонту Двух дамб на реке Шкакон В Малокарачаевском районе Проведение работ позволит Предотвратить ущерб От негативного воздействия вод В размере более 1 миллиарда рублей Об этом сообщила Советник министра природных ресурсов И экологии Медина Боташева В Малокарачаевском районе В селе Джага Продолжается работа По капитальному ремонту Двух берегов крепительных сооружений На левом и правом берегах Реки Шкакон Общая протяженность сооружений Составляет 3776 метров Площадь возможного затопления 55 га На указанной площади Расположено 280 жилых домовладений Проживает 1400 человек Оба сооружения разрушены на 70% На дамбах образовались прораны Существующие откосы дам Сильно деформированы Кроме того Разрушению подвержен Основополагающий зуб Из железобетонных плит В настоящее время На объекте начались основные работы По восстановлению тела дамбы И по формированию так называемого зуба Работа по капитальному ремонту Займут два года Более 6 миллионов рублей Собрали жители Карачаева Черкесии Для Донбасса В рамках проекта Все для победы Продолжается сбор средств Для оказания поддержки Жителям Донбасса А также бойцам ДНР и ЛНР Ведущим борьбу за их освобождение Инициатор акции Общероссийский народный фронт И сайт Все для победы Через которые Каждый желающий может помочь Наряду с финансовой поддержкой Желающие могут оказать помощь Посредством передачи материальных предметов В региональный исполком Народного фронта На сайте Все для победы Расписан каждый сбор На какое именно подразделение Он открыт Как перечислять деньги Где принимают вещи Что именно требуется бойцам Какие грузы Доставляют адресатам Каждый сбор Персонифицирован Его ведет Какой-либо известный В стране человек В Карачаево-Черкесии К середине лета Уже полностью Выполнен годовой план По искусственному лесовосстановлению Работа проводилась В рамках федерального проекта Сохранения лесов Нацпроекта «Экология» И охватила площадь Порядка трех гектаров Подробности сообщила Консультант отдела лесного хозяйства Государственного лесного реестра Министерства природных ресурсов И экологии республики Асиат Вулатова В текущем 2022 году В рамках реализации Проекта сохранения лесов А также выполнения Государственного задания Министерством природных ресурсов И экологии Карачаево-Черкесской республики Были выполнены Следующие мероприятия В части выполнения Искусственного лесовосстановления Была выполнена Площадь 2,6 гектаров Дополнение лесных культур Было выполнено На площади 5 гектаров Проведение агротехнического ухода На площади 33,4 гектара Все мероприятия Запланированные в рамках реализации Национального проекта «Экология» Министерством природных ресурсов И экологии Карачаево-Черкесской республики Были выполнены В установленные сроки И в полном объеме Представители общеобразовательных школ Карачаево-Черкесии Победившие на конкурсе «Мое поколение! Моей России!» Стали участниками курса Специалистов по воспитанию Культуры народов России Культурно-просветительского проекта «Гражданское событие» К участию в тематических сменах Организованных на базе Оздоровительного лагеря «Горный ключ» В Чеченской республике Были приглашены учащиеся И специалисты по воспитанию Школ Сел Халадно-Родниковска И Пристань Аула Псаучедахи Школа номер 2 Аула Псыш Школа номер 6 И гимназия номер 19 Черкеска Десятидневное обучение Включает в себя Насыщенную образовательную И культурно-развлекательную программу Студенческий актив И некоммерческий сектор региона В Доме правительства республики Встретился с представителями Межрегионального клуба лидеров Будущее Кавказа Модератором площадки Выступило региональное министерство По делам молодежной политики Участниками встречи Была презентована деятельность клуба И обозначена его нацеленность На создание условий Для реализации потенциала Компетентных лидеров Северокавказского федерального округа Об этом сообщил Региональный координатор клуба лидеров Эльдар Бастанов Количество участников клуба не ограничено Но клуб в то же время является закрытым То есть в клуб люди попадают на конкурсной основе Они подают заявки Рассматривают их резюме И в зависимости от тех или иных достижений И компетенций Они включаются в данный клуб Если в прошлом году В основном мы занимались Траекториями личного развития В этом году мы уже собираемся В разных субъектах нашего округа Проводим стратегические сессии Более ста участников из регионов Северокавказского федерального округа Примут участие в форуме Махар-2022 Который начнет свою работу 9 августа Он посвящен столетию Карачаево-Черкесской республики Каждый представитель молодежи От 18 до 35 лет Может принять в нем участие Министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов Рассказал о целях и задачах молодежного форума В рамках реализации форума Будет реализовано 3 направления программы Это образовательная программа Горно-пешеходная и творческая программа А также помимо этого спортивная Почему выбрано сразу несколько направлений По той причине, чтобы охватить И наполнить форум Теми направлениями деятельности Которые на сегодняшний день Являются востребованными и необходимыми В рамках реализации северокавказских Окружных или федеральных форумных мероприятий Следует отметить, что Значит, в рамках реализации Грантового конкурса Имеется 15 номинаций Данные номинации представлены на сайте Grand.myrosmo.ru Федерального агентства по делам молодежи Вместе с Карачаевским государственным университетом В этом году С министерством проведена большая работа В части улучшения материально-технической инфраструктуры Базы МАХАР Карачаевского государственного университета При этом на сегодняшний день С одним из провайдеров Достигнута договоренность о том Что они предоставят на территории проведения форума Качественный высокороскоростной интернет Понятно, что телефонная связь Категории GSN там работать не будет Функционировать не будет Но на сегодняшний день у всех есть И социальные мессенджеры, и социальные сети Посредством которых они могут общаться Со своими родными, близкими, друзьями, товарищами И так далее До 20 августа Мэрия Черкеска принимает заявки На конкурс по лучшему оформлению Фасадов зданий и прилегающих к ним территорий Он приурочен к столетию Карачаева Черкесии Принять участие в нем Могут любые предприятия города Работающие в сфере торговли Общественного питания Или бытового обслуживания населения Комментирует информацию Начальник отдела по связям со СМИ Мэрии Черкеска Армида Найманова Все открыто, честно Мы специально сделали так Чтобы проект «Победитель» Выбирали именно жители и гости нашего города Чтобы все видели Как меняются эти здания и территории Тот проект, который наберет Большее количество лайков Он и станет победителем Или призером конкурса Призовых мест три Первое место это 100 тысяч Второе место 70 тысяч И третье место это 50 тысяч рублей В Черкесске продолжается благоустройство Сквера имени Сергея Есенина Комментирует информацию Заместитель начальника управления ЖКХ Мэрии Черкеска Равиль Тикеев В рамках реконструкции Планируется замена Всего плиточного покрытия Также замена лавочек Установка дополнительных мусорных урн Приведем в соответствие освещение В данном сквере И работы по озеленению планируются В текущем году выполнен И выполняется большой объем работ С февраля месяца Начаты масштабные работы По укладке тротуарной плитки Это 27 тысяч квадрат На сегодняшний день уже 25 тысяч квадрат Это 80% работ уже выполнены Ведутся работы по уборке прилегающей территории Отсыпки газонов Плодородным слоем земли Также будут выполнены работы По замене тротуаров С асфальтобетонным покрытием Это по улице Набережная Угутия-Кулова Работы уже начались Все строительные работы Мы планируем завершить До 15 августа текущего года Отрезок федеральной трассы А-165 На пути из Пятигорска В Карачаево-Черкесию В ходе капитального ремонта Расширят до 4 полос Двухполосный отрезок дороги Не справляется с ежедневным трафиком В 15 тысяч автомобилей И нуждается в обновлении Для того, чтобы увеличить Его пропускную способность Дорожники расширяют проезжую часть До 14 метров Безопасность движения Обеспечат устройством Барьерного ограждения Которое разделит встречные потоки Земляные работы На первых 6 километров В местах расширения автодороги Начались в мае этого года В верховьях ущелья Адерсу В Кабардино-Балкарии Спасатели МЧС России Проводят всероссийские сборы По альпинистской подготовке В сборах участвует 72 человека Это спасатели МЧС России Из различных субъектов страны В числе участников сборов 4 спасателя из Карачаево-Черкесии Тренировки проводятся На высоте более 2000 метров Программа занятий весьма насыщена Прохождение по ледовому маршруту Занятия на скальном рельефе Переправы через горные реки Работа в связке Организация страховочных станций Приемы оказания помощи Условно пострадавшим На месте обнаружения И так далее Тренировки спасателей В ущелье Адерсу Продлятся до 14 августа За сутки полицейские Карачаево-Черкесии Зарегистрировали и раскрыли По горячим следам 7 краж Похищенное изъято И будет возвращено законным владельцам Воспитанники спортшколы Черкеска Стали призерами чемпионата Северокавказского федерального округа Подхэквондо Милена Нахушева завоевала золотую медаль А Ахмат Абазалиев бронзовую Также стало известно Что наша землячка Милена Нахушева Представит регион На чемпионате России Подхэквондо Который состоится в Нальчике 25-30 сентября Радио России Карачаево-Черкесия Погода По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра Сегодня по Карачаево-Черкесии Ожидается переменная облачность Местами кратковременный дождь Гроза Днем в отдельных районах Сильный дождь с градом Ветер восточный 6-11 метров в секунду Днем при грозе порывы 15-18 метров в секунду Температура воздуха Плюс 25-30 метров в горах Местами плюс 16-21 метров в секунду Местами высокая пожароопасность Четвертого класса В Черкесске переменная облачность Без существенных осадков Днем кратковременный дождь Гроза Ветер восточный 6-11 метров в секунду А столбик термометра поднимется до отметки 29 градусов Высокая пожароопасность Четвертого класса Это все новости к этому часу С ними вас знакомил у Марти Киев Берегите себя и своих близких Всего доброго Реклама Индустриальный технологический колледж Продолжает набор выпускников 9-11 классов Бесплатное обучение Поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ Стипендия, общежития, отсрочка от армии С получением профессии Техники грузовых и легковых автомобилей Автогридерист, экскаваторщик Электромонтажник Сварочное производство Моделирование швейных изделий Парикмахер Мастер по обработке цифровой информации Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите Количество мест ограничено Индустриально-технологический колледж Улица Октябрьская, 56 Телефон 21-17-25 Мы растим профессионалов Стань успешным и ты Как не стать жертвой мошенников? Вас просят воспользоваться вашим мобильным телефоном Для срочного звонка Убедитесь в добропорядочности обратившегося за помощью В противном случае под любым предлогом откажите в просьбе Не отдавайте телефон, если к вам обратились в темном или безлюдном месте Следите за действиями звонящего Не позволяйте заходить в меню телефона Отправлять СМС Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление Незамедлительно обратитесь в полицию В сотнях приютов для животных по всей России Живут брошенные, но когда-то любимые пушистики и мурлыки Каждый день с ними играют Следят за их здоровьем и настроением Чтобы однажды найти самые заботливые руки Это не чудо Это волонтерство Заботиться о животных Доброе дело Но главное добро в этом деле Ты Присоединяйся на добро.ру 0+. Уважаемые граждане Доводим до вашего сведения Что на территории Карачаева Черкесской Республики Работает Госюрбюро Оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам Относящимся льготным категориям В случаях и в соответствии с федеральным законом О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации Вы можете прийти на личный прием в Черкесске По улице Красноармейская, 33 Обратиться по телефону 28 00 56 Или оформить электронное обращение На сайте губкачр.ру Выплатить зарплаты Сделать закупки Составить план А если проверка придет? Не придет Занимайтесь тем, что у вас получается лучше всего Бизнесом По всей России правительством введен мораторий На плановые и внеплановые проверки бизнеса В случае его нарушения Оставьте жалобу на портале Госуслуг И получите ответ в течение суток Вы слушали Радио России Карачаева Черкесия До новых встреч!